всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте блин всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте опять бритьё 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 сегодня много интересного сегодня шабаш трех алексеев это алексей роговой алексей кадиленко и алексей кто у нас шабалин шабалин точно давно уже мы эту штуку не брали который нам лёха пришла водичка не водичка этот лосьон для уходовая за лицом и вот сегодня наконец-то в подобных в конце концов совесть пора иметь сейчас вы пойдете все на крупный план посмотрите потому что у алексея кадиленко у него старая серия наши раритетные станки вот один из них сегодня решил показать в конце концов тоже надо совесть иметь и скорее всего это уже обозреть и отправить парню обратно потому что он так ждет не дождется она все время что-то мешает плюс ко всему хотел бы сказать помните 172 видео было было светланки деку белая натуральная о в один прекрасный момент захожу об смыться то нечем все моя любимая его сля взяла ну таким образом и кстати мне от ины подсунула с этим байром зачетная штука сегодня на обзор пойдет зайдет только на обзор натуральное мыло от quantum satis от оленьки который называется арабика название само по себе обалденное я думаю что и мыло такое же должно быть обалденно я почему его сейчас показываю на крупном плане забыл показать потому что там без этого вот так вот выше крыши всего давайте сейчас я выпускаю но упаковку вы все видели ольга quantum satis покой по высшему разряду зацените ой тут описание еще есть смотрите в этом плане quantum satis конечно же молодцы и вкусненько что-то пахнет такое медовое как бы чешно вкусное вот выкусить точно хочется вот сегодня она зайдет и через пару тройку видео я смогу уже сказать что и что и что это вот так же на на лучшее надо что это такое все теперь вы идите на крупный план а я начинаю готовку станок у нас ребята сегодня ретро это наша с вами история говорится он ленинград находится вот в такой вот караёб очки это вот все как было этот станочек у нас появился на канале благодаря алексею кадиленко вообще у нас сегодня видео трех алексеев алексей кадиленко алексей роговой и алексей шабалин но до остальных олег мы еще доберемся вот сейчас начнем с алексея кадиленко так вот давай как вы видите станок трех составной несмотря на внешне такой знаете ух машняцкий вид на самом деле станочек то легенький давайте рассмотрим по порядку потом соберем уже извешиваем ручка сделано подрок но легкая до ужаса я даже думаю что это может быть и не алюминий нифига очень сильно похоже что по весу это может быть даже еще и силумин хотя я не знаю в те года то наши умели силумин делать или нет но выглядит я вам скажу достаточно презентабельно сделано не совсем аккуратно вот здесь вот я чувствую такие знаете как заусенки на скорость не влияет ничего мне порежет ничего не сделает но здесь вот по периметру чувствуется что пластмасса выходит за диаметр металла и как цепляется ну был бы мой это убрать 6 сек взял аккуратненько тыр-тыр-тыр и все и все дела насечка на пластике посмотрите какая скользить уже не будет в общем и целом оставляет вот а сама ручка по себе приятное впечатление и удобно и нижняя плита качественно вот так вот что прям вот знаете вот просто качественно хорошо понятно что тоже силу нет каким-то покрытием отводы для пены достаточно широкие большие ну и верхняя плита фиксаторы для лезвий очень мощные каждый раз когда вот эту машинку в руки беру алексея рогового добрым словом вспоминаю блин вот вроде пластмассовые казалось бы ну чё пластмасска и пластмасска нет ребята он какой-то душевный такой приятный если до пимпочки мерить то 85 миллиметров практически получается 84 хвостиком это длина ручки длина головы практически 40 миллиметров чуть-чуть не достает при ширине 24 с половиной вес станка сборе 28 ну я же вам говорил это практически чуть-чуть вот буквально десел тяжелее чем пластиковые станки может силу мин столько весить вот вопрос на таком скажите пожалуйста какое же лезвие станок поставить вот полезным ребята засада благодаря вам моим подписчикам и благодаря тем компаниям и группам века и вообще кто поддерживает канал скопилось достаточно большое количество лезвий и никакой справедливо заметили не каждое из них еще было показано канале те отговорки от маски что новые станки с новым лезвием там неадекватно дадут оценку то все 5 10 ребят я с вами согласен тут не поспоришь но вся беда в том что если так дальше вот придерживаться вот именно вот этой вот генеральной линии что новый станок надо с проверенным лезвием то все ребят я боюсь что вот это вот все мы так с вами и не посмотрим а хотелось бы показать многое многое он тритов два наименования дерби черное зеленое жилетов он скопилось уже как мама не горюй всего остального посмотреть вот среди вот рома постарался даже вот персон несколько видов прислал хотя их было но тем не менее единственное лезвие по которым у меня нет вопросов и судьбу которых я уже точно знаю это джигит вот их в топку они даром не нужны совершенно а по всем остальным то ребята тут смотреть и смотреть поэтому вот какое лезвие ставить вообще конечно с удовольствием бы выслушал ваше предложение но мое предложение таково если есть у кого-то какая-то заинтересованность по каким-то лезвием ребята давайте сделаем проще пофигу какой станок такой или такой неважно просто наверно может быть есть смысл брать два лезвия одно лезвие возьмем то которое стопудово придется этим станком а второе то которое вы хотите то которое вы назовете потому что ребят насколько можно тянуть то вот это все надо смотреть это все надо шупать поэтому сегодня вот таким вот вежливым приказным общим решением наверно знаете чё чё у нас давно не было полисильвера полисильвера у нас давно не было так вот сегодня с ленинградом пускай пойдет полисильвер понимаю что этот хитрил маленькая потому что полисильвера известно как скажем так средней острости и как не мягкая как она скользкая потому что нож покрыто иридиумом так что тут как-то все риски сведены к медиуму но у меня и отмазка есть ребята полисильвер на самом деле давно не было на обзоре поэтому сегодня полисильвер она все остальные видео которые будут ребята если вам интересно что-то какое-то конкретное лезвие просто так вот вадим блин вот давай вот это это и будем ставить без всякой подстраховки просто поставим полисильвер да и все в крайнем случае если вдруг что-то не так ну или буду за счет опыта выезжать ну или там на месте посмотрим может быть что-то другое поставим хотя я не думаю что придется менять только тут всего ребята налепили аж бумага маленько порвалась и отлепляться не хочется поскольку всего смотрите прям по-богатому кверх ногами вот так правильно супер иридиум экстра стандрис нумерация за которую любят новички вопросы задавать давайте посмотрим как она будет позиционироваться в принципе то с учетом таких жестких пластин и таких прорезей я думаю что тут по позиционированию все вопросы наверно будут сведены к минимуму несмотря на легкость металла резьба работает четко адекватно принципе участок как до конца докрутил встала и еще где-то на миллиметр прокрутил все дальше смысла нет никакого крутить ну мне нравится вопросов нет помазок хлопцы это прислали вы мои подписчики к своему стыду вовремя не записал а потом потерялась сижу и гадаю кто из парней из многих десятков парней что шлете свои вот эти вот вещи хотите поделиться в друзьями вы прислал то ли иванчик онков то ли кто-то из алексеев ребята у меня очень-очень большая просьба отзовитесь кто прислал вот этот помазок это батин чей-то помазок или дедушкин это 50 60-е годы прошлого столетия и на следующий обзор я обязательно исправлюсь и назову этого человека потому что такие вещи в принципе нельзя допускать но я вот облажался во время не записал показать все равно надо вот ребята вот этим вот брились наши деды наши отцы кабанчик небольшой благодаря легче роговому опять же могу назвать даже точно диаметр ну 19 половиной тут как хотите так и принимайте на 19 есть на 20 тоже есть то тут золотая середина при высоте узла 40 миллиметров и ручка 42 принципе как я его воспринимаю это то что можно было раньше спокойно прийти в магазин и купить тут если мне память не отшибает еще и цена стоит до 59 копеек я помню что-то вот такой у бати в руках было но у него даже какая-то на где такая чашечка была металлическая оранжевым чем-то таким то ли это алюминь был то ли чё анодировано поярче чем вот это вот было и вот он ходил там вот блин ну ничего я тогда сопля был господи там три четыре пять шесть лет что я там помню но вот это вот что-то в голове застряло сегодня им побреемся ребят а мы у нас сегодня ребята от канала радар шарп константин помнить на вот это вот все прислал сразу не разобрались но хлопцы то у нас глаза стоит тут хрен кого обманешь хрен кого проведешь поковырялись там в google и поспрашивали оказывается что да на самом деле вот эта фирма то изменит знаменитая роджер галлетт но вот эти вот три мыло это туалетные ребята мыло они походные то есть брать с собой вот это вот в дорогу и где-то там что-то умываться да вполне себе бриться тут хрен его знает тут еще у бабка надо я сказала все вы прекрасно знаете что туалетное мыло от бритвенного отличается и по многим параметрам в том числе и по содержанию глицерина ну это beautiful это beautiful это старина хотя за старину я сейчас говорю за осторожное он тогда он по именному авто шееву прошелся сказал что запах бабушки вы как-то по-своему все это истолковали я вот это имел ввиду что вот так пахнет понимаете вы все бабушка бабушка таблетки короче следующий раз буду фильтровать свой базар вот она старина вот-вот как хотите назовите это тоже бабушкой но эта старина это вот то что именно сделал авто шеф тоже старина и вот 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 это я имел ввиду вот интересно жалко что вот этим не побреешься хотя кто сказал что не побреешься можно попытаться можно попробовать запах обалденный вся такого не делают вот про инин авто шефе имел ввиду тоже самое ну раз уж это туалетная с этим я наверно все-таки подожду что вы скажете будем бриться или будем просто умываться но кроме всего прочего константин прислал еще и стик тоже старенький тоже я не знаю какого мухосранского года ну посмотрите сами какая упаковка этим-то мы с вами точно сможем побриться не вся она дошла до нашего времени местами она вот так вот не доехала но посмотрим давайте попробуем я вот честно сказать даже разобрать то не могу сейчас что вот этого за фирма такая или и биби си или и биби 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 с ню какая-то но уже не ню не придуривайся савон барбэ пур не пойму вот 53 год могу поверить а вот все остальное учета вот нет не понимаю так хоть и страшно разворачивать если с 53 года никто не разворачивал может быть даже еще и константин не разворачивал а мы с вами первые кто это сделаем и уж конечно хочу сделать это на камеру потому что ну прикиньте тут уже сколько 47 и 18 это больше 60 лет никто не разворачивал а мы с вами впервые этим занимаемся он боюсь что как бы нет нормально обошлось не поломалась а так здесь чуть-чуть застряла здесь тут так а вот здесь вот он было въехала для давай родимая не подкачать опачки все отсоединили мы эту фольгу ну вот он шанс тик это не те современные которые счет причесана на пластиковых подставочках выдвижные вот эти вот нет вот такое было раньше берешь белые рученьки и как пошел пошел пахнет ну и я сейчас такого запаха не встречал это знаете и туалетная и банная и что-то что-то вот такое какое-то даже может быть сказать что временем пахнет пылью пылью нет вот если бы никто сказал что запах веков именно вот так можно ощутить вот возможно возможно хотя какие тут виха еще 60 хвостиком но тем не менее за эти 60 лет мы с вами впервые побреемся вот этим вот мылом ну вот благодаря константину конечно хочу сказать что все ссылки на тех ребят которые вот что-то предоставляет на канал обязательно найдете под в описании под видео второй алексей выходит на сцену это алексей шабалин благодаря ему мы я смогу вам показать вот эти вот лосьоны это не лосьоны после бритья ребята вы задавали тогда вопросы это лосьоны для уходовой для кожи фирма tires вот один я вам уже показал сегодня пойдет 2 лаванда это не фирменная упаковка все это пробники фирменная будет выглядеть конечно же по-другому пахнет пахнет интересно дело даже не в том что они скажем так не предназначены для бритья я бы сказал что они в том числе можно пользоваться после бритья да здесь нет алкоголя никто вашу кожу прижигать не будет но тем не менее здесь такой состав что у которой специально предназначен для ухода для ухода за кожей лица то есть и там после бритья до бритья во время бритья никогда бритья вот у вас есть на лице кожа вот за ней вот можно вот такой штукой ухаживать вот сегодня и попробуем еще один алексей на этот раз роговой благодаря роговому алексею ссылка опять же на его страницу вк будет под видео смогу вам показать перо шавин колюма блок вот такая вот интересная штука я не думаю что он чем-то сильно отличается от того камешка который у меня на постоянке потому что ну смотрите плавленый и вот за качество за качество я скажу что он обыкновенный плавленый он как-то узнаете не лучше и не хуже чем-то особым таким вот не выделяется среди плавленых я думаю что все те плавленые которые вы будете брать там на алиэкспресс по тем ссылкам что я давал или еще где-то по большому счету он наверно будет выделяться только тем что вот у него баночка вот такая и хоть в дорогу хоть дома вытер его аккуратненько на сухо чтобы он уже не влаги ничего не было закрыл убрал сторону и будет влаги меньше попадать и как-то уже удобней баночка не сказал бы что она какая-то удобная потому что вот здесь вот закрылась вот здесь этот хвостик сейчас надо найти но я думаю это дело времени и привычки конце концов вставлять это вот лишь просто понять как а дальше пойдет все как по маслу вот такой доктор у нас сегодня будет на бритье и последняя хлопцы возможно я ник как к двору вот это потому что у нас сегодня одно вот непонятное мыло и плюс еще и нет пришив возможно я еще передумаю но хочу сказать что обозначить с этим то мы не разобрались до конца хлопцы некоторые говорили что вот это вот и якобы за этого пришива мыло подседает пожалуй что сегодня нет потому что с этим то не ясно а вот следующий раз когда будет обычная мыло обычный крем или еще что то такое чем мы с вами привыкли пользоваться вот обязательно еще проверим ну а теперь все пошли бриться помазок замочил но своей любимой этой таре как вы уже знаете как подступиться к стику к обычному я знаю как к этому была первая мысль взять его в чашу замочить потом подумала пик его знает машину за 6 60 лет порох пороховницах и ягоды в ягодицах подрастерял его как замочу вону как там растворится и чем бриться будем поэтому решил чем голову ломать давайте вот как с обычным стиком так и с этим точно также будем делать короче я вот так фиганца на мочу хотя зря это конечно сделал потому что сейчас рука будет скользить но хоть чуть-чуть влажный будет и попробуем его на мелкой терочке общетину ну что-то идет еще раз намочим запах конечно ну скажу честно на любителя но тем людям кому он нравится мне точно нравится я думаю что он зайдет найдет знаете на что похоже молодежь то уже фиг его знает конечно скорее всего и не знает а вот люди то постарше наверняка помнят вот приходишь вообще баню мочалки нету хочу делать но идешь и покупаешь а какие раньше начала было мочалки из мочала молодежь идите гуглите потому что вы даже не видели никогда наверняка это знаете что-то такое вот растительного происхождения коричневого цвета и почему я сейчас об этом говорю вот когда ее замочишь и начинаешь мыться дух такой идет прям такой знаете вот банна мочальный такой вот начала начала не мочалка а то я знаю что начнете перевирать я вон там про инин авташиев сказал один раз имел ввиду одно вы поняли по-другому и сейчас отмазывайся как хочешь вот сейчас надо будет что-то такое придумать чтобы на самом деле поняли чем он пахнет не таблетками не с запахом старости я знаю как пахнет старость ребята старики не всегда такой знаете приятный запах но бывает такой у стариков все-таки время но это нужно понимать и уважать так там не этот запах там запах чистоты вот именно вот этой вот вековой мудрости тоже человек жизнь прожила смотришь а он светлый вот этот запах и здесь не мочалка пахнет а мочалом это разная хочу я все сейчас это пускай как пришли их работы уху-ху-ху-ху-ху нифига си девки пляшут так бодренько так смотри просто провел рукой бур сразу вас возбудилась как так ну ладно и хорошо так теперь помазок то у нас замочен по идее сразу можем идти на лицо но дабы улучшить процесс давайте наверно вот прям сейчас на это дело салфеточку то и нанесу стих ну конечно это не пока после микроволновки но дай мне полотенчика нормальное найти и попробую сделать так как сказал обязательно попробую мне вот прямо чего-то запал этот способ ребят компресс прошел давайте сейчас еще раз стиком пробежимся запах конечно мой блин ну как он мне нравится вот эти вот мочалки которые раньше из начала делали мыли то конечно не так себе но как они пахли у мама дорогая вот эти все ушанки вот это вот мочалка рядом лежит кусок хозяйственного мыла хорошего и ты как вот так вот тут как дал да и это помню все я даже по секрету скажу девчонки уши заткните я помню как один раз с мамой баню ходил в общественную это большое 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 заведение ну наверное где-то это еще на морском было на северном где-то может быть 40 на 40 вот такая комната колонны посередине вот эти бетонные лавки стоят и там по дням было день мужская день женская день мужская день женская мама меня повела в женский день вот эти оцинкованные тазики начали тогда сопля сколько там там два годика три годика как я за это запомнил я не знаю но вот как она меня там этой мочалкой наверно это я очень хорошо помню так ну все пожалуй что хватит уже чего пора из газон браться а вот батя-то меня в баню не водил ну ладно что посмотрим как оно хотя я не думаю конечно что наши отцы и деды вот такую процедуру проводили скорее всего у них это было гораздо скромнее это у насчет понаборочений но тем не менее отработать то он наверняка должен ребята удивлен вот этот вот прыщик медицинский маленький сколько тут у 19 миллиметров 40 миллиметров высоту вообще ни о чем ну как он фигачек посмотрите чем на лице и мыло и помазок отрабатывает массирует чтобы здоров ручка да несколько подкачала маленькая неудобная будет скользить но если вот так вот на эти вот зажать вот то все нормально держится хорошо но болен какой он так вот возьмите зимний 506 кабанчика разделить его пополам вот чего получится вот это вот оно и будет за 60 копеек ух ты как хорошо берет такое ощущение что он под каждую щетинку залез все у нас вообще сегодня с вами это получается раритетный такой обзор мыло старое ну лезвие новый зато станок старый ну чего не зарежешь с богом бархат просто бархат поостерегусь выносить какие-то заключения потому что первый проходит это как бы первое потом второй третий покажу совсем другой но пока так нравится ребята прям зачет однозначно ребята это просто песня вот как он сейчас идет песню понимаете вот я хочу что у каждого из вас вот всегда шли станки именно так как идет сейчас этот и как он бреет вот это вот сочетание ленинграда и пуль до сильвера это нежный нежный шелковистый бархат вот на первом проходе так чего будет дальше посмотрим но это сам цепанул я прям чувствовал как к станку никакого отношения это моя рука кривили мыло то изрядно было бы странно если было по-другому потому что принципе это стик тут стерли так как надо но по скольжение великолепно тут еще всего дофига прям очень дофига так помазок просто децил намочил сейчас глядя чего на этот помазок пришла в голову в голову картины из юности когда я смотрел как батя бреется у него та самая вот это вот алюминиевая анодированная чашечка было такого оранжевого цвета так вот как мне помнится он хозяйственным мылом то и брился он его там в этой чашечке калашматил и наносил а там чашечка была но от силы вот такого диаметра то есть вообще ни о чем как раз вот помазок туда тырц и все и чашка все занята ну вот то что было в помазке то что было на лице в десло воды и пожалуйста второй проход вот так вот мыло по-прежнему остается по скольжению, по-прежнему хорошее всего дофига ну с него стрезарядно, хорошо, на помазке слишком мало всего осталось, есть такое подозрение, что придется еще сейчас стиком пробежаться да нет вообще даже не мочил, просто вот что было в помазке, то и хорошо ну конечно это не первый слой, когда у вас там все по-жирному было и по-богатому, по-боярски но для бритья я думаю более чем достаточно, тем более учитывая по скольжению мыла и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Супер! Добавил субтитры DimaTorzok 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 ух, щит это настоящий так да хорошо обработаем, нормальный, годный, отличный квасец, что еще надо, в принципе вот что он должен делать, сейчас он щипит, знаете как, так все теперь быстренько компресс и смываем все это дело нафиг хорошо, на полотенце практически кровищи то и не попало, да и остановилось уже все, чего бы тут уже оставаться то блин, вот это вот самая моя любимая стадия, потому что все уже вот эти вот хоряшки пройдены, ты уже молоденький новорожденный дельфинчик и сейчас будет самое приятное что-то там будешь на лицо наносить и потом уже такая, уже такая приятность теле образуется Сайрис, Сайрис лавандер, ну в принципе то Алексей Шибалин сразу предупредил, кстати все ссылки будут под видео в описании, это не автошейф, это уходовый лосьон для лица и один из признаков, что здесь нет алкоголя, в некоторых есть алкоголь, ну там знаете вот какой-то децл, то что он прислал по моему вообще нигде нет но тем не менее в том числе он может использоваться и после бритья, особенно для тех людей, кто ужас как не любит алкоголь или не может его любить ввиду своей, допустим, ликора не моей кожи, или вот еще какие-то такие вещи есть, но не дают вам, вы хотите, они дают алкогольным пользу, вот вариант хорошо как там раньше, я говорю, в лесу, да как там ай, парни, супер, супер, я вообще счастливый сегодня человек столько всего, добрище, парни, и все это смог показать благодаря вам, просто благодаря вам стик, да если бы не Костис Розершарп, да я не показал бы этого мыла, мылу поцараку лет, оно бреет стано, да если бы не Леха Кадиленко, как бы я вам смог его показать, а вот смог показать блин, что тут еще старая есть а, вот помазочек дорогой ты мой утерянный мной подписчик, мой косяк каюсь моя вина, вовремя не записал, кто пришел, отзовись во-первых, спасибо тебе сказать, если бы не ты так бы оставался этот помазок твоего деда или твоего бати и все, а сейчас на него посмотрят сотни тысячи, и каждый будет знать, что раньше были классные помазки, если хотя бы один десятый из этого всего количества людей бросятся искать свои закрома перетресыхать, то как ты думаешь сколько таких помазков еще сможет поржить, сколько их оживят сколько людей найдется, и не будут их куда-то на полку откладывать, слушай, так он рабочий дай-ка я попробую, тут ты ух нормально, вот вот что ты сделал, а не просто взял и прислал мне его на обзор с моей точки зрения это память память и, ну скажем так родное, напиши, обозначься если хочешь, я тебе его вышлю обратно, пожалуйста вполне может быть, что это должно дома храниться или сам будешь им бриться, то есть вот я парням показал, если скажешь я тебе его вышлю обратно и огромное тебе спасибо за то, что ты мне его прислал прямо, ну красавчик парни, резюме, помазок годный годный, и дело даже не в цене а дело в том, что он он реально работает он настолько плотный, настолько набитый нифига здесь ничего не утеряно никуда здесь ничего не ушло он реально рабочий раньше умели делать, делали классно то есть, ну по сути это вот, вот, и больше ничего не надо это не какой-то там китайский сколько там, 50 рублей, за 100 рублей это нормальный, хороший, отличный наш советский помазок вещь, вещь, еще раз огромное спасибо за то, что прислал вот, уже половина-то и не чувствуется нифига станок Леха да, сегодня вообще можно говорить всем Леха и фиг ошибешь потому что ты Алексей, а че Алексей Кадиленко, огромное тебе спасибо за то, что прислал этот станок теперь благодаря тебе и я сам и те люди, кто посмотрит это видео будут знать, что Ленинград это годное не всегда скажем так качественное я имею ввиду вот эти, вот помните заусенки я про них рассказал но это вообще можно даже забыть выкинуть из головы тут взять ледовочку так, тыр-тыр-тыр над филечком, тыр-тыр-тыр все, все ничего не будет короче, качественно, нормально да, это не нержавейка да, это не бронза там или еще что-то это легкое изделие но ребята, как же он бреет да это купить как бреет это не вешик по агрессивности я тут затрудняюсь потому что первое что в голову пришло это р-89 голова но временами он показывал себя как-то интересно первый проход таком вообще бархатный был блин ну это между тридцать четвертым и восемьдесят девятый а потом так знаете на втором третьем проходе что-то там и включил я вообще уже стал думать как бы его поставить между восемьдесят девятый и допустим пикколо то есть вот что-то вот такое вот было одно могу сказать точно ребята годное зачетное изделие если в вашем радиусе достижения есть такой станок берите брейтесь не пожалеете классная зачетная хорошая штука да, хлопцы умели да, хлопцы делали кто молодец? СССР молодец молодцы хорошо делали так что у нас тут еще осталось стик кость вообще канал Радаршап сам по себе такой нетривиальный потому что там много вещей разных можно посмотреть там и бритвы там и станки там и мыло там и камни там и ремни там дофига что есть ссылка у меня вот в описании под видео будет но он мне рекомендован сходите посмотрите но канал Радаршап Константин лично хочу сказать еще раз спасибо потому что вы уже немало сделали для нашего канала для моего то что вот я смог пацанам показать это и бритвы и мыло и вот сейчас вот посмотри что ну кто бы мог подумать что мыло по 40 лет за 60 лет оно так будет брить и принесет тот запах который я уже забыл давно я слово то это вспоминал мочало потом все таки вспомнил вспомнил как она выглядит это вот это вот растительная масса строганая и так и так коричневого цвета по краям тряпочка какой-то обрамленной две тряпочки по краям и то вот это вот все дела еще и другие были которые просто мочал она дерганая была и вот такая махнетушка я вспомнил я не раз брякнул махнетушка кто-то из вас там в комментах написал пырла бы была ушкина махнетушка если б не дедушкина колотушка держи пять ну прям короче мочалки были разные Костя спасибо спасибо и годная зачетная вещь просто порадовала запах прям душевный такой прям прям 60 и 70 вносит махом обалдеть обалдеть какая штука не на понравится молодежи или нет парням постарше которые стопудово этот запах узнают и понравится обалденная вещь если где-то там не бы это все 5 до 10 найдете ребята берите можно бриться вполне себе лезвие полисильвер ребята так что за него говорить она и так все понятно так все ясно и так за него все все знаете это нормальная хорошая качественная лезвие плюс покрытием орел его применения я думаю вы как можете в агрессивных так и мягких станках использовать по средней вообще не говорю участок поставили в ленинград и нормально себе хорошо отработал короче кто еще ни разу не пробовал ребята будет мысля бегите не пожалеете кто на нем уже сидит а что я вам рассказываю вы так уже все все знаете слава богу что она вполне себе доступно и его можно купить как на ганзи такого буржуина она в принципе это везде есть хорошая штука хорошая а залезу я то что вам сегодня в крупном плане говорю ребят подумайте подумайте я думаю что надо в этом как-то что-то принимать какое-то решение менять картину берем станок наряду с тем лезвием в котором точно это лезвие заиграется в этом станке обязательно нужно брать что-то еще и пробовать 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 а то они так мертвым грудом лежат но это чё это неправильно тем более сколько раз вы спрашивали покажи это покажи то вот давайте начинать с следующего видео и будем менять картину лосьон лёш а шабалин на этот раз спасибо тебе огромное я как-то знаешь вот серьезно раньше не относился вот каким водичка а сейчас в принципе то понимаю что нам неже любимым то свет климата не сошелся вполне себе дофига народу которому в принципе то алкоголь может и не заходить а вот так вот и тыкается и мыкается и куда не приди а везде с алкоголем лореали жилеты фигеты там свобода новая заря это все алкоголь вполне себе возможно что и у них что-то без алкоголя есть но я таких не встречал а здесь вот и работы высохла не пленки вообще ничего сколько мы тут с вами разговаривали пять-десять минут а все уже чисто люди кому без алкоголя к шабалину в этом века там там литрами у него там ли чем там я не знаю или там закуп какой-то ну короче это там сами разберетесь одно я знаю точно что вот эта жидкость tires работает по цене по всем остальным делам этого ориентируйтесь сами качество хорошее хорошее я даже один раз пробовал знаете чего мыло лицо помыл не пойми чем кожу на лице стягиваю под руку подвернулась это карт и все сухость ушла сразу махом хорошая штука обалденная камешек лёха роговой на этот раз этот камень ничем не отличается от всех остальных плавленых которых я видел видел немного штуки 45 но все плавленые в принципе работали примерно так же этот лишь отличается тем что вот здесь вот по краям у него есть такая острая кромочка и если допустим сравнивать с моим то полностью округлый я так понимаю что или его форме плавили вот эту грани заработали или еще что то но то есть по сути но это вопрос времени это буквально два-три раза попользуешься и все этого не будет это просто как штрих это не хорошо неплохо это есть я думаю что это точно такой же камень как и все остальные единственное отличие уже повторюсь это вот в этой пластиковой коробочке что есть гуд потому что будет куда положить камень рабочий камень хороший если кому-то что-то в эту тему интересно кто-то еще не приобрел вместо того чтобы бегать там автошивы собирать который тоже работает но это конечно все таки маленьчика другое можно взять вот такой нормальный квасет ссылки будут в описании под видео то что ребята проверенными нет все хорошо все нормально все здорово ну и как только разберусь с quantum satis мылом который называется арабика который обалдеть как пахнет что укусить хочется обязательно вам тоже расскажу на этом ребята разрешите с вами попрощаться добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких да и вам будет здорово и пускай у вас в этой жизни всегда всегда все будет хорошо берегите себя и то счастье которое у вас внутри вашего дома если его еще нет то через пол через 40 минут пускай появится все подписывайтесь на канал лайки и дизлайки ссылки делитесь и до новых встреч пока пока с вами был я Вадим а